Не считаю, что Тиньков заслуживал того, чтобы находиться в санкционных списках. Меня очень сильно раздражало тот акцент, который на нем ставился. Меня очень сильно раздражало, что оппозиция была готова вписываться за Тинькова там, где русским она вменяла ответственность и вину за войну. Но в целом, нормально отношусь к всему произошедшему, Тиньков не был олигархом. Тиньков действительно был одним из тех предпринимателей, которые сделали себя сами без каких-то государственных преференций, без участия в залоговых акционах, без каких-то договорников с Кремлем. То есть какие-то договорники, наверное, были, но они заключались не в том, что ему обеспечивали поляну накормления, а в том, что ему обещали не мешать. Вот в это я могу поверить. Поэтому здесь сильных негативных эмоций не испытываю. Рад за Олега Тинькова. Как человек, он, очевидно, крайне неприятен. Долгое время, выступая с комплементарной оценкой Владимира Путина, уехал за границу и сделал вид, что Россия к нему не имеет никакого отношения. Вот это обидно. Очень жаль, что человек не отрефлексировал свою работу в путинской России и не помогает сегодня гражданскому обществу ни в какой форме. Я просто надеюсь, что он все-таки вспомнит о том, что он гражданин России, о том, что Россия ему действительно дала все и попытается Россию как-то отблагодарить по собственному желанию. Неправильное слово «долг», потому что, нет, он, конечно, не задолжал, но вообще было бы приятно, если бы в России появились национально ориентированные бизнесмены и олигархи. Их очень сильно не хватает. И у Тинькова есть для этого все пространство необходимое, мне кажется.